Так, ну вот поступил вопрос. Я в прошлый раз говорил, что человек после смерти смещается в соответствующую ему качественную сферу и, так сказать, через лет 500-600, иногда раньше, иногда позже, опять рождается уже в другой физической оболочке. И вопрос такой, где мы находимся между рождением, рождением 500-600 лет и возможно ли это? Насчет рождения, это сразу на, значит, Аркан ответил, значит, он не сказал. Значит, раньше я говорил вам, что действительно человек бессмертен, это, по крайней мере, религия говорила об этом правильно, точнее его душа бессмертна, сущность, душа и сущность одно и то же понимание. Значит, действительно человек бессмертен и после того, как его физическая оболочка, данная физическая оболочка, не в состоянии обеспечивать развитие и существование и самой себя и других структур, которые есть у человека, происходит сброс этой оболочки и каждый человек, не в зависимости, понимает или не понимает, признает или не признает, попадает в тот свой качественный слой, вы скажете, какой слой? Для этого нужно сказать следующее, что Земля наша представляется не только вот то, что мы привыкли считать, шарик, вот мы на нем стоим, наше тело из такого типа материи стоит, это только лишь одна из основных частей планеты Земля, сама полностью, если рассматривать в полном объеме Земли, то она представляет собой шесть сфер, как вот матрошки, вложенные друг в друга, и каждая сфера отличается от другой качества. Есть ближняя сфера, которая самая близкая относительно физически плотной планеты, эфирная сфера, есть астральная сфера, условно ее называем так, которая отличие больше, потом ментальные сферы, их четыре, которые отличаются качеством от нашей с вами физически плотной Земли. Так вот при развитии человек нарабатывает его полный, если посмотреть человека целиком, то человек представляет собой физическое тело, эфирное тело, астральное тело, это обязательно, и зачатки ментальных тел. И только люди, которые занимаются развитием своей духовности, они быстрее или медленно, как повезет, нарабатывают ментальные тела. Но, по крайней мере, эфирное и астральное тело существуют у любого человека. Так вот, после смерти, после смерти, то есть после гибели, отмирания оболочки физической, каждый конкретный человек смещается, соответственно, у него есть эфирное и астральное тело, он попадает в эфирную или астральную сферу, в зависимости от того, какого развития достиг. Если он наработал ментальную структуру, перегоним несколько дверей, барьера, он может при наработке, он проходит сквозь эти барьеры и идет дальше, попадает выше, на другое качество. И вот в этом качестве он там находится до следующего воплощения. А вы скажете, а как же он воплощается? Какой механизм воплощения? Почему? Что опять вот берет его боженька там или ангелы, или кто там еще, и его вталкивают, да, вот видите себя на земле. Ничего подобного. Дело в том, что происходит несколько других, другой механизм, гораздо более простой и естественный. В момент слияния энциклеток с мемиатозоидом возникает энергетический всплеск, возникает обратный процесс смерти. То есть в момент смерти тела всплески по нему сущность уходит, а в момент зачатия происходит всплеск, и поэтому всплеск происходит затягивание сущности. И уже сущность начинает нарабатывать в себе новое физическое тело. А всплеск, уровень всплеска зависит от низких качеств, от новых качеств, и от генетики, и от условий экологической среды, и от наличия, так сказать, эмоционального состояния, и от еще употребления алкоголя, никотина, которые очень сильно влияют на качество всплеска, и, кстати, там входят в сущности очень высокого уровня развития. Им очень сложно, им приходится начинать с недопочки. Вот, поэтому вот эти факторы влияют. Получается, сущность уходит, потом, когда возникает амплитуда всплеска такая же, как и на тот уровень, она вышла, происходит всасывание, втягивание сущности, она закрепляется, начинается развитие вновь. И вот здесь вот, как раз раз мы затронули тему, хотел бы ответить на тот вопрос, что многие женщины, естественно, понимают, занимаются вынуждением делать аборты. Так вот, аборт, это преступление даже гораздо больше, чем убийство. И женщины, между прочим, многие от этого страдают, не понимают сами даже почему. Потому что сущность входит в висциклетку. Как всплеск, дверь открылась, лифт открылся, к примеру, сущность пошла, лифт закрылся. Попал в висциклет, начинается развитие сущности. А потом берется, или механическим способом уничтожается, то есть берется, выбивается в полчет. Из-под ногу сущность. То есть сущность, получается, не может наработать с физической оболочкой, уйти наверх не может, потому что нет, дверь закрыта, дверь закрыта, вернее. Значит, если сущность имеет большой потенциал, значит, она затратит свой потенциал, пробьет новый барьер, ну, пробьет барьер и уйдет, но за это тратится, иногда здесь тысячи лет эволюции проходит, тратится. Это потенциал тысячи лет революции, чтобы пробить сквозь это. А если потенциал нет, то он настольится кормом для существ нижнего астрала. Ее просто пожирают. Сущность. То есть убивая риска тела, вы убиваете только эту оболочку. А делая это, получается, убивает возможность убийства сущности. Сущность, это гораздо более, это бессмертная оболочка времени. Вот поэтому и в результате таких вот актов получается, что у женщины возникает вход нижнего астрала, так называемый. И приводит к тому, что очень часто возникает раковое заболевание по женской, ну, по гинекологии, скажем так. И религия об этом знала, поэтому считалась именно очень, самым большим греком было убийство жизни, еще не разрушившись. Вы знаете это. То есть у религии много правильных пониманий, но не совсем правильно объясняли все это. Надеюсь, более-менее смог ответить вопрос, как сущность воплощается. Продолжение следует...